МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу сетью на Волге. По словам оперативников, браконьером оказался 42-летний рыбак. На борту его моторной лодки нашли около 100 рыб различных пород. По предварительным данным, ущерб водным биологическим ресурсам составил около 30 тысяч рублей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В Самарской области задержали крупную партию семечек из Оренбургской карантинной зоны. Предпринимательница привезла 19 тонн зерен подсолнечника в поселок Безенчук. Но у женщины не оказалось обязательного карантинного сертификата на продукцию. На территории Оренбургской области, откуда женщина поставляла груз, установили фитосанитарную зону по вредному организму – амброзии трехраздельной. Пыльца растения может вызвать сильнейшую аллергию. Нарушительницу привлекли к административной ответственности, ей придется выплатить штраф. В Самарастате рассказали, сколько придется потратить на подготовку ребенка к школе. В расчет специалисты взяли средние цены на одежду, обувь и канцелярские принадлежности. Так, минимальный набор одежды для мальчика – брюки 1412 рублей, сорочка 674 рубля, джемпер 912 рублей, костюм спортивный 1648 рублей, минимальный набор одежды для девочки – юбка 1251 рубль, блузка 967 рублей, платье-костюм 1671 рубль, джемпер 912 рублей, костюм спортивный 1648 рублей, а еще обувь, канцтовары, цветы для учителя. Таким образом, родителям мальчика нужно потратить на подготовку к школе в среднем 15 924 рубля, а родителям девочки затраты обойдутся в 17 727 рублей. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей, смотрите программу «События» на телеканале «Самара Гиз». Всего вам доброго. До свидания.